Огромный привет всем моим подписчикам и новым зрителям! Меня зовут Юля и я очень рада видеть всех вас на своем канале. Сегодня я снимаю новогоднее DIY видео, в котором покажу несколько простых, но очень классных, ярких идей и лайфхаков для украшения дома и для создания новогодней атмосферы. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно это сделайте прямо сейчас, потому что в дальнейшем на канале вас ожидают очень много интересных новогодних видео. И первое, что я вам хочу показать, это очень простой, но в то же время яркий и оригинальный лайфхак. И я вам расскажу, как сделать такой вот цветной картон или цветную бумагу. С его помощью вы сможете оформить да все что угодно, открытку, подарочную коробочку и многое другое. Нам понадобится лист картона, салфетка с красивым рисунком, пищевая пленка и утюг. Далее отделяю от салфетки цветную часть, я выбрала очень яркий и новогодний принт. Кладу на картон пищевую пленку и затем салфетку. Сверху все покрываю тонкой тканью и все это глажу очень горячим утюгом. Как вы видите, салфетка отлично сцепилась с картоном и держится очень крепко. Обрезаю лишние края. И если вам этот лайфхак понравился, эта идея, то обязательно ставьте лайк. Теперь хочу показать вам простой и легкий способ, как сделать красивую новогоднюю открытку, которую вы в дальнейшем сможете подарить близким, знакомым, друзьям или просто поставить на свой столик в качестве новогоднего декора. Для создания открытки нам понадобится белый цветной картон, шаблон елочки, клей, блестки и кисточка. Разные шаблоны вы можете найти в интернете или я оставлю этот в моей группе ВКонтакте. Далее я вырезаю елку, прикладываю к обратной стороне картона и все это обвожу простым карандашом. На нашей заготовке тупым концом ножниц или спицей провожу линию сгиба. Аккуратно складываю открытку пополам. Затем приклеиваю все элементы елочки к нашей открытке. Теперь возьму клей ПВА и буду им рисовать тонкие полосы в произвольном порядке. Затем равномерно распределяю клеем кисточкой и посыпаю это все сверху блестками. Прошло несколько минут, клей застыл и теперь убираем лишние блестки. От руки я сделала надпись с Новым Годом. По-моему получилось очень даже неплохо, но вы, чтобы не тратить много времени, можете ее просто напечатать. В интернете сейчас большое количество разных поздравлений, разных надписей. Еще я решила нашу елочку выделить, для этого обвожу ее линером. Вы, например, можете взять фломастер, либо черную гелевую ручку. Также мне захотелось дорисовать маленьких новогодних звездочек. По-моему открытка получилась очень праздничная и новогодняя. Напишите, как вам такая идея. Знаете, я очень люблю блестки, когда вижу их сияние, сразу поднимается новогоднее настроение и хочется радоваться и веселиться. Следующая идея тоже очень классная. Я покажу, как сделать вам ароматную свечу. Из чего вы могли подумать? Из апельсина. Опять же способ очень простой, но честно признаюсь, результат превзошел все мои ожидания. Получилась ну просто нереальная красота. Берем большой сочный апельсин, фрезу, свечку и гвоздику. Острым ножом разрезаем его на две части. Аромат царит ну просто волшебный. У меня нашлась фреза только в форме цветочка. Но вы, допустим, можете взять вырубку для печенья в форме звездочки или сердечка. Фрезой я очень сильно надавливаю на кожуру и вот что у меня получается в результате. Кстати, этот цветочек можно будет потом еще где-то использовать, предварительно его засушив. Теперь хочу украсить верхушку нашего апельсина. Для этого беру гвоздику и начинаю втыкать ее по кругу. Вы можете выбрать какой-то другой вариант украшения. И когда я зажу свечу, то будет в комнате царить очень приятный и тонкий аромат. В апельсин я помещаю маленькую свечу и дальше начинается сказка. Комната наполняется очень тонким и вкусным ароматом апельсина. И создается ну просто нереальное, красивое, праздничное свечение. Обязательно попробуйте сделать подобный светильник. Я уверена, он вам тоже, как и мне, безумно понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И для следующего мастер-класса мне понадобится свеча, все та же самая салфетка и ложка. Этой свечке уже 100 лет, вы можете себе это представить. Она мне безумно надоела. Где-то лежала на полках, пылилась в шкафу. И поэтому сейчас я решила подарить ей новую жизнь. Хочу сделать замечательную новогоднюю красивую свечку. Я отмеряю нужный мне кусочек салфетки, прикладываю его к свечке. И дальше то, что мы будем делать, называется холодный декупаж свечи. Беру ложку и начинаю как бы приглаживать салфетку к свече. И таким образом она приклеивается. Если что-то пошло не так, какие-то неровности, то в любой момент вы можете убрать эту салфетку и приклеить ее заново. В общем, очень такой простой легкий способ быстро преобразить старую свечу и сделать ее по-новогоднему красивой. Продолжение следует... Ребята, напишите, какая идея вам понравилась больше всего. И если вы хотите, чтобы я еще сняла подобные DIY-видео на новогоднюю тему, то обязательно ставьте на это видео лайки. Если оно наберет много лайков, то в ближайшее время я выпущу новый видеоролик. И еще, чуть не забыла, если вы повторите мои идеи, то добавляйте все ваши фотографии в альбом, который я создам в своей группе ВКонтакте. Назову ли я его, пожалуй, новогодней идеей или как-то так. Но думаю, вы разберетесь. Мне будет очень интересно посмотреть, что получилось у вас. Если у вас есть какие-то интересные новогодние идеи для моих видео, то добавляйте ваши фотографии в группу ВКонтакте в альбом. Я обязательно посмотрю фото. Если они соберут много лайков и вы захотите, чтобы я сняла подобный DIY, то я обязательно это сделаю. Ребята, я очень надеюсь, что, посмотрев это видео, вы зарядились новогодним настроением и позитивом. На этом буду с вами прощаться. До встречи в новых видеороликах. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok